Вампиросный эфир. Ну а что, круто. Это просто из-за того, что вот это освещение, из-за лампы. Ну да, классно. Интересно, с розовым какие выгоды? У-у-у. У-у-у. Накрошно, блядь. Только зуб как-то. Один больше. Один больше подсвечивает. Другой меньше. Один больше подсвечивается, другой меньше. Да, такая вампирная, вампирная тема. Смотрите, сегодня у меня вампирос. Как вас быстро сразу на это? Нафигачил-то народу. Тун, тун. Не, не 500, но типа сейчас уже соточка. Тогда нормально. Все, в каста в эфире. Это каста, вы слышали о нас. Вы нас увидите в следующий раз. Ну не, все равно какая-то, блин. Поднимите руки, поднимите руки. К вампиросам. Зай, я что-то не понимаю, зачем мне это нужно вот это, вот, блядь, в моем эфире. Что я каста, блядь. Ты что, не сменируешь Морэп? Нет. Я только досмотрела вашу пару прямых эфиров на ютубе. Охереть, вот, честно, сейчас я вам вообще открою эту великую тайну. Я вообще не в курсе, что, блядь, мои прямые эфиры висят, сука, на ютубе. Вот это вот прикол. Потому что кто-то мои эфиры просто сливает, блядь. Прикиньте. Смотри, сливаешь. Вот и кто выкладывает. Нет, просто кто-то написал, прикиньте. Я только досмотрела вашу пару прямых эфиров на ютубе. У меня нет на ютубе, блядь. Я есть, но у меня там нет прямых эфиров. Представьте, что... А, вот, это вот как раз-таки про... На эту тему-то я и хотела, кстати, поговорить. На тему того, что, зай, можно петь где-нибудь там. Не надо мне фон, музыку поставить нормальную, не надо мне фон такой создавать. Вот. А на тему, знаете, я вчера вела прямой эфир в закрытой группе. У нас есть закрытый клуб. И вот, я вела там прямой эфир. И я там затронула тему благодарности. Что люди вообще, вообще неблагодарные. Просто вот вообще неблагодарные. Не умеют люди благодарить. То есть для людей реально им сложно и лайк поставить, и коммент написать. Ты там что-то выпендриваешься, что-то делаешь, что-то контент пилишь, блядь. Что-то там делаешь, да. Вот. И люди просто там... Ну и ладно, блядь. Как бы... Вот просто, ну просто, вы знаете, как бы люди не умеют давать. Не умеют давать. Не благодарить, не давать. Ничего не умеют. Это заметно еще, знаете, по... Опять же, да. Давайте просто для примера. Вот я людей спрашиваю, многих. Вот на меня подписываются люди. И очень у многих закрытые аккаунты. Я хочу вот провести... Специально хочу провести просто опрос. Мне интересно, очень стало интересно, от кого, мать его, люди закрываются. Ну, то есть я могу понять, когда это секретный агент, шпион, блядь, да. И, короче... Марат, до свидания. Кстати, вы сразу же в бан попадаете. Нахуй. Да-да-да. Голову с плеч. Допизделся. Вот так, Марат. Так вот... И так же, скажем, Марат. Да, и я смотрю на страницы людей, долбоящеров, блядь, в большинстве вот таких, как сейчас был Марат, да, вот, которые могут только срать. Это единственное, что люди умеют. Срать, срать друг на друга. На голову насрать друг другу. У двери насрать соседу. И вот просто, ну, просто насрать. Люди умеют только срать. Ничего создавать люди не умеют. Ничего. Ни собственных, мать его, мыслей, ни идей, блядь, ни какого-то продукта. Нихуя, блядь. Просто. А слово совсем нихуя. И меня это настолько стало вот просто бесить, потому что реально люди добавляются, добавляются. Я думаю, блядь, ребят, реально такой серьезный персонаж, что вы скрываетесь? Зачем нахуй вам нужны аккаунты, когда они, сука, пустые? Пустые. Или там, типа, фотографии, там 20 фотографий, и он закрытый. От кого, блядь? Какие бывшие? Что там, бывшие, блядь? Окей, хорошо, бывшие. Бывшие маньяки у вас. Как в плане бывший будет следить? Я просто пытаюсь понять. В плане он будет следить? Ну, хорошо, он будет следить за вашей жизнью. Там, посмотрит ваши фоточки. И дальше что? Обсуждали их жизнь? А тогда нахуя вы регистрируетесь в социальной сети, блядь? В социальной сети? Нахуя? Сидите дома. Сидите и не выходите вообще, блядь. Нет, просто сидите дома и не выходите, чтобы вас не сглазили там или еще что-то. Потому что для меня загадка. Огромное количество пустых аккаунтов. Это в основном не пустых, а вот закрытых аккаунтов. Закрытые, закрытые, закрытые люди общаются, и ты думаешь, блядь, ты с кем общаешься? Там, и на аватарке какая-то хуйня, там, какая-нибудь, не знаю, там, котик, блядь, цветочек, еще что-то непонятное, да? И мне, ну, это уважение, опять же, да, когда ты общаешься с человеком. Например, важно понимать, реально понимать, с кем я общаюсь. Вот кому, на кого я трачу время, кому я отвечаю, да? И когда у тебя просто на аватарке какая-нибудь хуйня очередная, ты думаешь, окей, с кем ты общаешься? А в жизни вы что, тоже там, блядь, пакет на голову одеваете? Вы поймите, это социальные сети, социальные люди здесь общаются. Они заявляют. Знаете, в чем проблема-то? Человечество, в принципе, закрытый, потому что за долбоящеров, потому что люди на меня жалуются. Вот поэтому у меня закрытый. У меня там очень много подписчиков и очень много долбанутых людей-хейтеров, которые кнопочки нажимают, там нажимают, пожаловаться. И в итоге я закрыла свой аккаунт, вынуждена закрыть. Так вот, и очень у многих, вот вам вопрос, с чем вы, что, блядь, нет, ну давайте так, что вы в этот мир несете? Просто, ну, как вы о себе заявляете этому миру? Что вы вообще, нахуй вы вообще в этот мир пришли? У меня самый главный вопрос для людей, нахуй я? Если вы, ничего человек не может, да, не боится, я боюсь, я того боюсь, не могу о себе, что обо мне скажут, что подумают, блядь, вот так все человечество и живет, что, но при этом, при этом же, любите посидеть на чужих аккаунтах и пообсуждать других людей. Вообще забавно, да? Ну, сами боитесь, чтобы вас обсуждали, вообще, блядь, очень логично. Это вообще просто, я не знаю, ну, это уровень осознанности на самом дне находится. Для меня это абсолютно непонятно, я считаю, что люди должны выходить как-то, блядь, из своих этих шкафов, из тени, да, например, вы хотите как-то... Вот, да дело не в этом, дело в том, что мы все в социальных сетях общаемся друг с другом. Это социально, блядь, слово есть такое, социальная сеть. Социальные сети, сети заменили вам улицу. Люди сейчас в большинстве своем общаются, знакомятся через социальные сети, высказывают свое мнение. Они через социальные сети, как вам сказать, заявляют, а вообще о себе как-то, хоть как-то. Ну вот, я есть, вот так вот, я есть. Понимаете, в чем дело? А вас нету. И когда человек в социальных сетях закрывается, блядь, от кого, от врагов, блядь, от кого можно закрываться, боится, что по нему мнение, это непонятно абсолютно, но при этом следит за чужими жизнями, но это же абсурдно. То есть это ходить по улице с хуйней на голове, да, вообще с невидимкой, чтобы вас не видели, не дай бог, не дай бог на вас кто-то посмотрит, кто-то что-то про вас скажет. Ну это же вот так, правильно? Вот, но при этом посрать люди, эти люди чаще всего и срут всем остальным, самое удивительное. Но боятся вот что про них, пиздец же полный. И ты думаешь, как вообще, как вы живете, зачем, а зачем вообще существуете, зачем вы живете, если вы, блядь, боитесь, что о вас скажут, и вообще, в принципе, хоть какого-то мнения боитесь, вы вообще не вылезаете. И, кстати, вот очень круто, что благодаря многим, я многим сказала, откройте, я хочу видеть, блядь, с кем я вообще общаюсь. Кто на меня подписан, откройте свои страницы. Люди стали открывать страницы, люди, оказывается, стали вылезать, вылезать там из своих этих, блядь, я не знаю, шкафов, да, стали, оказывается, можно что-то там, там, я не знаю, приватных друзей, блядь, ну это для порнухи, что ли? Ну, есть же, блядь, телега, ватсап, туда нужно все, ну, все скидывать, приватное. Ну, хуя нужно, блядь, аккаунт вообще создавать. Если бы я хотела что-то приватного, если приватное, поверьте мне, Инста не лучшая площадка для приватного. И очень легко его можно взломать, если что. Вот. И это характеризует, не поймите, вот эта вот вся тенденция закрытости характеризует весь мир. И, в принципе, людей в целом характеризует, что люди закрываются, вообще они закрываются от всего, и нихуя они ничего не дают в этот мир. Вот в чем дело, понимаете? И вот, да, и ничего не дают, не производят, ну, ничего, никакой энергии. Например, вот чтобы говорить, попробуйте, вы лично, каждый из вас, просто попробуйте сами провести прямой эфир. Совместный с кем-то, это же не вопрос. Я могу любого человека подключить, да, а то многие говорят, ой, блядь, там, прямой эфир провести. Ну, давайте, если как бы вы такие смелые. Никто, у меня как бы отвалился чувак, которому я говорила, он там что-то пиздел-пиздел. Я говорю, чувак, давай совместный прямой эфир проведем. О, блядь, оп, пи, все, куда-то сдулся. Потом, типа, вроде как мне, блядь, типа там, да, он там не писал, там, вроде как, ничего мне не писал. Но суть в том, что если вы такие все, блядь, охуенно смелые, критикуете, обсуждаете других, а что вы сами-то, блядь, делаете? Вот реально, хуй ли вы сами что-то делаете, что вы производите? И поэтому, когда мне начинают говорить, что я там, типа, знаете, ну, как это, чтобы вести вот пиздец, бла-боль, да и вообще быть блогером, это обесценивают, да, очень многие. Вот, попробуйте, я говорю, попробуйте, чтобы говорить, ну, смотрите, что такое радио, там, радиоведущие, ведущие на телевидении. Это же люди, которые много говорят. Они могут читать по бумажке. Ой, кстати, как прикольно. Они могут читать по бумажке, там, у них еще, там, кто там, кто-то бумажку-то держит, они читают. Но суть в том, что это очень энергозатратно, очень энергозатратно. И каждый человек, абсолютно каждый, в этот мир может, ну, что-то от себя дать, да, какую-то частичку себя, вот, что-то, блядь, хоть что-то родить в этот мир, просто какую-то идею, какую-то мысль, и поделиться ей. Но проблема в том, что у людей отсутствует вот это, вот, понимаете, они боятся, боятся делиться, боятся того, что, что про них скажут. Мне очень часто это пишут, что, Мария, а вот как же вы не обращаете внимания, там, на критику в плане, как я, в плане я не обращаю внимания. Я обращаю на долбоебов, я этих долбоебов удаляю, еще часто я их стимую, долбоебов. Вот, но суть в том, что если вы будете обращать внимание на всех людей, которые вам там что-то говорят, пиздят, вы никогда не проживете полноценно свою жизнь. Понимаете? Никогда. И сейчас время как раз такое, что мы все уходим, абсолютно все уходим в виртуальное пространство. Это глупо отрицать и говорить, да, блядь, да ничего уже нихуя не изменится, обратно вы ничего уже не откатите, на самом-таки деле, правильно? Ничего не откатите. И сейчас-то, если тебя нету виртуального, ты никто, ну, то есть сейчас люди делятся на те, кто кто-то в социальной, да, вот этой по этой лестнице там забрался, и никто, вот так. И поэтому вот мне интересно, вы кем себя считаете? Просто потребителями, причем удивительно, как всякое говно люди покупают у непонятных, вот сегодня я посмотрела выпуски, да, про блогеров, которые просто дичь всякую продают, всякие марафоны, блядь, вот сейчас инстаплощадка, она же вообще в дерьмо превратилась на самом деле, да, вот, просто, блядь, ну, в помойку, реально. Благодаря русским, русским блогерам инстап просто превратилась в дерьмо, особенно эти розыгрыши, призы, вот, у нас же люди любят все халяву, люди, опять же, ничего не хотят делать, при этом хотят максимум получить. Ну, вот что-то выиграть, что-то получить бесплатно, блядь, дайте бесплатно, все хотят бесплатно. Это, я вообще заметила, тенденция, в принципе, у русских есть такая тенденция, они, знаете, как, блядь, очень ленивые люди, серьезно. А при чем здесь жопой фоткают? Вы уже старовато, много молодых телок, вроде вас жепой фоткают. Чувак, ты хотя бы русский язык, блядь, выучи. Просто выучи русский язык. Тебе что, 15 лет, и я не жопой фоткаю, чувак. Я занимаюсь фитнесом больше 10 лет. Старый, старый, блядь, охуеть, это ты, типа, решил меня этим задеть или, типа, указать мне на возраст? Ты долбоебина конченная, блядь, чтобы вообще мне вот эту хуйню сейчас затирать. Если ты считаешь, что ты меня этим принизил или, типа, ты решил, блядь, мне на этом сыграть и, типа, указать мне место, просто идиот соси, блядь, сам у себя член, блядь, молодой, тоже мне ебанью. Тиктокер, что ли, или кто? Просто вот, опять же, блядь, таких... Да, она охуенно. И она просто охеренно. Она раскладывается по полкам, она раскладывает, как все проводится, как наебывают людей, про всю эту рекламу, блядь, заказную, да, про всех этих, блядь, все эти розыгрыши, конкурсы, блядь, ну, про всю эту блевотню, которая есть. Вот. И ты смотришь и думаешь, блядь, пиздец. И люди, главное, люди это все покупают, блядь. Покупают. Куда, блядь, им деньги некуда девать людям. Реально. Не, я не в ярости на русском, да, на охуенном fuck you русском, вот на таком говорю. Вот. Я просто ненавижу долбоебов, просто залетных долбоебов, абсолютно, которые вообще не выдержат тет-а-тет-а со мной, да, то есть если их сейчас лицом передо мной поставить, просто ему в лицо нахуй прилетит кирпич от меня, да, потому что я человек, который всегда могу за себя поставить, это первый момент, это я человек, который ненавидит хамство и невежество в свой адрес. Ты кто, мать его, такое, чтобы, блядь, мне такое говорить? Вот. Вот в чем дело, да? Вот. И когда мне начинают что-то там какие-то пытаться меня задеть, на личность перейти, у меня же, мать его, дома, ты ко мне, сука, пришел, и меня учишь, блядь, жизни, охуел, что ли? И потом они еще там что-то, блядь, из себя строят, вот такие люди мне сразу получают, блядь, просто получают. Словесно. Словесно всегда нужно уметь за себя постоять. Это я говорю. И это в нашем, в нашей реальности вы не сможете никем стать, если вы не можете, не умеете грамотно, да и вообще, в принципе, если вы не умеете, вы нахуй послайте. Вся эта толерантность, вот эта толерантность, или нельзя ругаться, нужно быть правильным, вы же девочка, вы же девушка, вот эта вся эта поебень. Вот в чем дело, да? Это полная шляпа. И поэтому, если тебе кто-то на тебя там что-то там накатил, особенно в виртуальном пространстве, прошу заметить, потому что все вот эти вот персонажи, они все смелые только здесь. Реально. По факту они все сука ссыкло-ссыкливые. Реально. И в жизни такой человек никогда к тебе не подойдет и ничего тебе не скажет. Ну, он может что-то сделать за спину. Это такие шоколята, я их называю, ссыкливые. Вот. И в жизни это как бы вообще это такие, их ты не видишь. Вот. Но зато здесь виртуальное пространство позволяет самоутверждаться практически каждому долбоебу, да? Каждому вот этому с заниженной самооценкой. Я объясню, ни один нормальный человек со здоровой самооценкой никогда не позволит себе прийти к кому-то и кого-то оскорбить. Просто с пустого места. Ну, просто потому что не нравится, например, да? Не нравится, как человек выглядит, не нравится, что он голос снимает, не нравится его жизнь, не нравится философия. Он такой пришел, сказал, ты там. Не будет этого. Вот. И поэтому, а с такими людьми как еще общаться? Ребят, я учу, когда мне говорят, я говорю, я учу именно, я не, вот это не библейская фигня у меня там, вторую щелку. Нет. Добро должно быть с кулаками. Вот в чем дело. Всегда умейте себя везде. И особенно здесь. Особенно в этом пространстве. Потому что в этом пространстве долбоебы множатся. Всегда множатся. И они, когда чувствуют безнаказанность, хоть вообще безнаказанность, да? Типа, да, что ты сделаешь? Да? И когда вы реально не можете, вы типа игнорируете, вы не отвечаете, вы выше этого, вы не отвечаете этим долбоебам. Они еще больше, блядь, как бы на вас начинают накатывать. Никуя. Вот. Поэтому я как бы их отсеиваю моментально. У меня такие люди не задерживаются. Потому что ко мне после определенных блогеров, особенно там после шпаков, например, да, ко мне привалило такое количество неадекватов просто. Такую хуйню мне, блядь, писали вообще. Просто, ну, дичь, дичь, дичь. И они мне это все писали. И я там научилась реально кунг-фу, блядь, каратэ. Я там уже сама начала троллить. Реально я стала просто троллем сама. Я их стала уже выстебывать. У нас уже были, знаете, там можно приедать, я не знаю. Благодарю. И вот поэтому я считаю, что надо с волками жить по-волчью быть. Вот. Это мой стиль. И для меня вот эта вся их хрень в плане... Для меня это все... И я, и я это, и даже... И я, когда мне люди там очень... Мария, вы очень агрессивные, там, вы ла-ла-ла, вот это вот все, да. И я как бы... Да, я считаю, что я очень агрессивна. И я считаю, что в нашем мире без агрессии вообще никуда не воню. Вас сажерут без агрессии. Реально. Вы будете... Вот есть волки, а есть зайцы. Да, и вот, ну, как бы... Я предпочту, наверное, быть волком. Вот еще. Ну, серьезно. Ну, это так. Мир агрессивный. Я не знаю, вот кто-то до сих пор живет в каком-то очень... Таком мире, знаете. Вот это Миру Мирова, а не пиписька. Серьезно. Есть такие. Вот хипари были такие, друзья мои. Цветы. Какая там цветы? Что там? Каких хипарей? Хипарей еще называли. Цветы жизни. Цветы жизни. Типа, да, или там как-то так. Хипарей цветами, это дети. Нет. Их как-то называли, хипари еще как-то называли. У них вот от хипари. Ну, суть в том, что вот я про хипарей читала, как они... Вообще там прыза, как они появились, и вот эта вот цель пропаганда. Не бывает такого в мире. Мир не может существовать там без зла, да. Ну, мистер, потому что всегда будет какой-то... Ну, долбоеба будут всегда. Реально. Вот. Они будут всегда. И в мире, в нашем... Дети цветов, да. И в мире в нашем жить, вот типа быть типа вот таким вот хипарем, ну, это самоубийство. Это, на мой взгляд, это самоубийство. Это можно, ну, если только на какую-то планету улететь другую, да, где вот там все вот такие отлетевшие. Вот. Но когда люди меня уверяют в том, что да нет, типа вот там надо значит быть вот таким вот миром, все, любовь, морковь, ля-ля-ля, я за любовь, да, честно, я считаю, что... Любовь спасет мир. Так она и есть. Ну, просто добро должно быть с кулаками. Это я уже сказала, да. И вот поэтому, поэтому для меня вообще агрессия, нормальная агрессия, она позволяет человеку с улыбкой. Да, с улыбкой. да, ребята, еще касаемо, я сейчас читаю, чувак, все поистелок, что-то там в Киеве таких не встречал. Не знаю, что у вас у всех какие-то... Сколько вам лет, мои дорогие друзья? Вы в девятом классе или в десятом учитесь? Просто, судя по комментариям, у меня ощущение, что это школьник пишет. почему у людей... Это вот у Санжаровской тоже встречала пост, где она написала, что люди зациклены на цифрах, ну, типа, там, про возраст. И самый долбоебизм, на мой взгляд, это два, два вообще момента таких, да. первый, это долбоебизм, когда человек указывает на внешние недостатки, ну, это самое дно, мне кажется, на мой взгляд, указать другому человеку на какой-то внешний недостаток и обосрать его с точки зрения какой-то его несовершенности, это дно, это говорит о примитивизме и вообще, блядь, человека просто. А второе, это указать ему на цифры, ну, типа, женщине там указать на ее возраст, вот как Сажеровская сказала. Вот в Америке всем посрать, реально. Просто всем, они все болт клали на то, как ты выглядишь, они молодцы, ушли впереди планеты. У русских же, блядь, вообще с этим большая проблема. Русские до сих пор поносят, проходятся по внешности обязательно человека, во что одет, как выглядит, там, что-то с прической не то, какой-то он странный, ну, обсуждают внешность, для меня это вообще просто за гранью реальности. Я вообще никогда такой херней в жизни не страдала, мне вот честно, срать. Я могу с точки зрения фитнес-тренера оценить тело человека, да, и сказать, где у него что, какие проблемы, да, там, с точки зрения, там, еще биоэнергетики позвоночника посмотреть, вот, а другой, это вот вариант, типа, там, женщине какой-то, там, да тебе там уже полтос, ты бабка, охуеть, америку открыли, блядь, чувак, сам ты скоро, у тебя тоже будет полтос, ну, типа, как бы, блядь, как просто, да, и ты не оглянуться не успел, сам уже дед, блядь, просто, да, и ты думаешь, ты долбоеб, ты о чем говоришь, о каких-то очень, каких-то вещах, таких, ну, как бы, ну, как это сказать, очевидных, просто очевидных, и что-то я этим хотел сказать, причем, есть бабки, которые, блядь, в 60 лучше, чем в 30, блядь, там, многие выглядят, серьезно, в 65 я выставляла, бабуля, на фитнесе вся, вот, а если есть деньги, так вообще заебись, вон, левень, не Лени Кравица, 56 лет, знаете, и, блин, вот, если взять, например, Лени Кравица, и какого-нибудь просто обычного чувака, вот, который, ну, просто подписчик какой-нибудь, да, но я бы хотела оказаться, наверное, на месте Лени Кравица в 56 лет, чем, например, на месте какого-нибудь Вани, там, в 25, да, честно, просто, просто по факту, поэтому, возраст, бля, ну, так себе, да, конечно, и есть, это мышление, не хватает мозга стебануть по умному, как девушка, стебут возрастом и внешностью, да, это вампирос так делают, ну, мне уже, как бы, да, да, еще когда говорят, ну, тебе же уже, да, ну, да, вообще, все, в принципе, все, жизнь закончилась у тебя, я же говорю, я вам смотрю на некоторых, и у многих только жизнь начинается, реально, многих там после полтоса, там только начинается, Джаредлет 50 лет, это мальчик на вид, так я и говорю, так оно и есть, есть деньги, все отлично, всегда молодые, да, я думаю, что скоро будут люди умирать, и даже они будут умирать молодыми, в плане внешности, они будут, реально, так и будет скоро, люди будут убирать, типа, умирать просто молодыми, именно в плане, потому что сейчас так все шагает вперед, такими, ну, вау, сейчас это протезирование, блин, вот эти все делают, как они там, как же, дренахром, они одну, ну, протезирование есть еще, это как оно там называется, хер, то я забыла, ну типа делают клуб а нет мне клонирование думаешь охренеть медицинам тоже же блин не стоит на месте и охранить люди просто омолаживаются омолаживаются медицина на действительно офигеть как вот и говорю протезирование например лимит просто роботы киборги скоро будут новая бутова привет да мне вообще я уже об этом дальше с не говорю если вы не заметили что хочешь а во сколько ты сказал приедет до деньги без денег нищебродство так себе занятия друзья мои вообще нищебродство хуёлое состояние и когда люди ведь деньги не важны знаете когда надо сказать деньги не важны когда их у тебя дохуя есть когда у тебя очень много на склоне лет где-нибудь высоко в горах попивая там какой-нибудь глинтвейнчик дали что-нибудь такое можно сказать да деньги это не главное в жизни но перед этим эти деньги надо заработать чтобы про это сказать понимаете а когда люди говорят деньги неважно и при этом у них нихуя нет этих денег для меня это очень странно это очень любят русские говорить серьезно у русских вообще вот это значит не в деньгах счастья ля 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 да да действительно не в деньгах счастья и это говорят бедные люди которых никогда денег не было я не понимаю как как можно такими как это можно говорить вообще чтобы так заявлять ты должен достичь вот этой высоты в материальном мире тогда ты действительно можешь об этом тебе есть чем сравнить ты попробовал все у тебя уже все есть ты там перед шпокался перейдут все блять попробовал перепури и ты можешь сказать действительно где в счастье не в деньгах ты это может действительно заявить об этом но перед этим ты должен поиметь хорошо вот тогда все будет у тебя ну то есть вот в это я верю но когда мне в этом заявляют люди которых нихуя нету и никогда не было они блять проперживают блять свою жизнь до абсолютно деньги это эквивалент вашей энергии это деньги это и есть ваша энергия если вас нет денег значит у вас что-то хуёво с энергией на самом деле нет я не узбечка я русская вот уздечка и деньги это эквивалент вашего потенциала ваших умений выраженный блять в деньгах в валюте виртуальной валюте неважно вот если у вас их нету значит у вас проблема у вас хуёво с энергии блять у вас вы защиту хуёво что-то делаете ничего не умеете делать да вот никто то есть не в то время может вы реально родились там я не знаю ну по поводу денег тоже до хорошая тут такой момент деньги пахнут для меня лично вот есть люди для которых они не пахнут а для меня деньги пахнут и репутацию вы не купите ни за какие бабки репутацию это еще важнее чем кстати деньги ваша репутация вот а у людей деньги вышли на первое место деньги важны но они не должны быть культом а у людей стали культом деньги позволяют вам реализовываться деньги позволяют вам постигать раскрывать себя все 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 еще же вас так этот вопрос интересует но когда деньги стоят объясню сейчас так выстроилась пирамида социальная в принципе да что люди те кто наверху дают те кто внизу и люди которые внизу это я имею ввиду повод все вот этой папе по социальным моментам до потребители просто потребители назовем да они да у нихуёво на самом деле откуда вы знаете как у них с энергией у детей вы вообще видели всех этих чиновников блять пиздец и мы не знаем что не в жизни и у детей не знаем что жизни и что будет у детей в жизни так вот про другое говорю и вот когда люди начинают переступать определенную вещь определенные моменты да какие-то ну моральные вообще что-то принципы вот все это уже ну чек перестает быть человеком на мой взгляд на то есть для меня это человек перестает быть человеком он теряет свое лицо и уже потом он не восстановит эту репутацию не в этой жизни возможно в следующих ему придется риан карвине ну как бы да там пройти реанкарнацию и возродиться блять чтобы это все это скупить но деньги пахнут и наебывать людей вот это страшно и наебывать людей просто ну потому что люди глупые а люди реально глупые наивные во все верят доверчивы это факт я с этим столкнулся просто вижу но людей на людях можно вот на любом дерьме сделать деньги да просто имя себе создал а потом хуярь какую дерьмо продавая в уши с и людям и продавая что-нибудь там блять заряженные кошельки заряженные свечи блять там что еще продают всякую буду марафонов миллиард тысяч на который вам сделают сделают из вас счастливого мать его гармоничного человека такая полная херня книжки читайте просто книжки читать побольше книжек читайте занимается самообразованием не нужно платить такие бабки за какие-то там марафоны а люди хотят купить таблетку волшебную что значит стать красивым успешным богатым знаменитым мужа си найти жену си найти да чтобы там все было пизда то вот и поэтому они идут на эти марафоны на таких лохов эти норов марафоны и рассчитаны если раньше думаешь да ладно блять их никто не покупает сейчас я убедилась то что их много кто покупает много-много кто покупает все это фуфло вообще ни о чем люди без образования без опыта жизни блять реальники там 25 лет человек он какой-нибудь уже там уже спец уже там мэтр как он там метр мэтр ства блять реально да и там вот это все и ты думаешь кто ты кто ты жизненный путь даже не прошел свой что просто блять просто ну никак не прошел а уже ты сука спец там в чем-то таких развелось через просто каждого и причем самое грустное что люди позволяют себя наебывать другим людям без лоха и жизнь плоха вот реально и 100 вот или что-то вот история идет и время идет ничего нихрена не меняется люди не меняются понимаете типа вот это доверчивость вот почему люди позволяется наебывать просто для меня большая за почему вы люди позволяете себя иметь с разных сторон и с одной стороны будут почему позволите втюхивает какое дерьмо реально какой-то просто гермище какие-то ну почитайте реально начните сами заниматься своим образованием причем поверьте мне это охуительная инвестиция я сказал что самые две крутые инвестиции в вашей жизни это первое это ваше здоровье ваше тело это первая инвестиция с которой надо начинать чем раньше вы начали тем лучше надо начинать не в 40 лет когда ты вы уже там про херачили да а реально когда вы в 20 лет до начинать то есть вы начнете заботиться о своем теле до начинаете его правильно там нормально есть и заниматься физическими нагрузками тоже тело необходим физические нагрузки вот а второе это ваша голова ваш мозг это книги 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 это чтение вот и чтение выбирать уметь выбирать что читать не все не донцова там да и там прочие блять так шедевр литературы действительно стоящую литературу и художественную и не только худож очень интересно почитать психологию вот чем я в принципе занимаюсь все вот вам и развитие ваше а когда люди там идут на какие-то непонятные для меня марины охренительный марафон она собрала во первых реально очень крутых людей профессионалов в своем деле до каждый человек там имеет опыт начнем с этого там нету человека без опыта опыт и поэтому там люди делятся действительно охранительной информацией вот это а то что я говорю я говорю про другие моменты и говорю вот просто на каждом там мне высылают пас постоянно там марафоны желаний марафоны блять того марафоны сего как значит стать сексуальной как стать настоящей женщиной как повысить свою энергетику как нахуй улететь в космос блять там и что-то еще вот такие понимаете вот охренеть и просто они множатся они плодятся и люди и люди во все это верят друзьям и во всю эту хер верят и это грустно так да вот видите какая лампа она дает вот такое а прикиньте если бы вот такая вообще было да да ну это гоно ой а подождите кафе привет да прикиньте было бы прикольно вам вообще должно быть в принципе эта лампа вы смотрите сейчас нажить к вот она видите вам по у людей отсутствует логическое мышление в принципе и как бы они не могут сами там делать анализы что-то анализировать поэтому они верят люди доверчивые очень доверчивые развести человека очень круто молодцы я даю литературу специально чтобы вы напрягали свой мозг просто чтобы напрягали свой мозг и свои извилины и поэтому я даю ту литературу которая вам будет помогать в дальнейшем заниматься самоанализом самоанализом это очень полезная вещь друзья мои очень полезно вообще читать полезно блять понимаете да глазки прикольно за такой видите какой даже пытаюсь посмотреть что-то в а на самом деле видите как были я пытаюсь эту маску сфигачить так и сейчас уже закончу прямой эфир во первых мне уже заканчивается сам по себе да да читать да уже знаете людям и читать в лом вот нет я понимаю как это все работает нлп и все вот эта вся система она это нужно почитать про те же секты вообще воздействие на мозг и есть огромное количество книг про есть офигенные книги про там у тимати лири можно почитать да и можно почитать у секта введения вот там про всех там про масонов потом про и этих как же они называются так и самые на и и такая секта есть иголы вот этот раз я про них читаю вообще долбоеба конкретными просто что и иголы что масоны это но масона там отдельно не даже своя библия есть причем слизанная с библией не книга масонов или как так и называется она очень похожа на библию но это мне особо напрягаться и такие просто там переписали вот вот так это почитать и просто говорю прочитайте секта введения офигенная книжка и есть еще влияние деструктивных сект как-то так называется тоже про то как можно влиять на сознание на мозг людей то есть как можно мозг перепрограммировать вообще в другую то есть в чем фишка то в принципе сект секты создают в личности вторую личность поняли вот это вот раздвоение личности это реально как бы было это реально есть и вот секты они берут почему-то взять они во всех сектах абсолютно да вообще везде вам дают второе имя что вы поняли там целая церемония будет проходить тебе второе имя дадут вот и в тебя как бы подсаживаете вторую личность вот и часто ли потом у таких людей но у них реально там шиза у них крыша конкретная едет потому что представьте у них а одна личность и еще одна там личность блять это вот которая подсаженная секта и наше телевидение занимается нлп интернет занимается то есть весь мир по сути весь мир нацелен на завладение вашем внимание ваше внимание это ваша энергия понимаете да вот и не умею управлять своим вниманием не умея правильно распределять свое внимание вам пизда реально типа вам пизда и это сто процентов вы потеряетесь в этом мире вас кем кто-нибудь вами заводится обязательно уходим попадете вот а ну и все и можете с собой попрощаться это самая идентификация в нашем мире она очень-очень тяжело кто я есть в мире где все направлено на то чтобы тебя лишить этой личности чтобы завладеть тобой и сделать из тебя того кому-то ну как бы как как это то есть каждый норовит завладеть тобой твоей индивидуальностью да то есть твоей самостью чтобы сделать из тебя какой-то удобный продукт например да или удобный или там удобного потребителя вот и поэтому мы живем в мире где там сохранить свою блять вообще какую-то там индивидуальность это очень сложно это очень сложно и это должна быть ебать какая сила воли это должно быть очень понимание своих корней как работает ваша голова вот и сильные сильное сознание должно быть мозг должен очень хорошо потому что если у вас вот это вот а вы там в облаках для питаете вот эта вся хуйня происходит да то вы попадете во всю общую херню в этом мире и вас просто в ходком блять раздавят по несколько раз вот и вам и тут и там и короче и вот такая херня будет да нихуя это не опыт друзья мои в о чем опыт и опыт людей не учат тогда блять опыт учит что чему-то да ладно кто-то блять на грабли наступает по 300 тысяч раз и нихуя чуть не учится из одного места блять из одной секты блять другую придет да там из одной хуйни в другую при перейдет государство наше пожалуйста тоже блять просто секта сект вообще и секты и пирамиды еще одновременно вот поэтому а секс знаете сколько вы охуеете в мире и сколько людей всех так состоит вы просто не знаете их до я просто дохуя и сейчас каждый норовит еще создать свои секты чтобы поняли поняли да каждый блять сейчас мессия каждый сука блять какой-то избранный каждый блять несет какие-то тайные знания каждый просто ебать и ебать и каждый вот пасту себе и набирает как бы такие боги вот и заигрались богов при этом как бы никто из себя ничего не представляет вот и чаще всего эти люди сами блять потеряшки да для пол это для лизы людей ведомых это короче 99 процентов людей до не только там не то что царь там бога к богу уже приближены то что вот я говорю что масон это прямо богу божественные они себя и позиционирует я не знаю кто такой раков друзья мои раков с раков я даже не знаю кто такие да так вот сейчас они раз они сейчас пипец что сейчас происходит в мире и в россии вы обратите внимание просто вот мракобесия просто множится в геометрической прогрессии вот реально это потому что хуёво все в мире то мракобесия это люди невежественные которые верят во всю хуйню не имея знаний никаких пойти что во что-то верить все можно все практически все можно объяснить то что мы не можем объяснить мы просто не подошли к этому с точки зрения науки к смыше не созрели головой но абсолютно все и уверенно можно объяснить и наука вот наука она очень сильно отрезвляет поэтому я очень люблю читать научную литературу очень люблю изучать мозг как наш мозг на что реагирует все вот эта маркобесия вся эта хуйня про вот это вот необъяснимое она рассчитана людей у которых не не развит логическое мышление отсутствует в принципе мозг взрослого да и они как дети наивные верят во всякие чудеса в дед морозные до сих пор и поэтому таких людей очень легко и все кто и куда угодно но это из-за незнания а люди а знание это книги много книг это надо читать разную литературу изучать учиться знание это учеба каждодневная все время учеба если у вас нет знаний там например того чтобы стать успешным и богатым вы должны финансовое образование получить как минимум финансовую грамотность иметь и у людей живут от зарплата до зарплаты берут кредиты правильно они не знают на бабки инвестировать вообще не знаю что такое инвестиции что можно оказывается золото инвестировать в акции до каких-то компаний крупных которые развиваются так далее да там у людей нет этого понимания них есть просто сбережения траты сбережения кредита ипотеки финансовое образование самая база для того что для того чтобы стать человеку богатому нужно финансовое образование и так во всем для того чтобы человек был здоровым нужно образование в области здоровья правильно то есть должен понимать как функционирует его тело на что она там реагирует чем должен зам зам как бы заморочиться начать изучать своих вообще тело здоровье и так далее да нихуя нету этого люди не знают где брать информацию как брать информацию не хотят думать не хотят за них подумают люди считают что за них подумают это нормально, ну, мотобайкеры это прикольно, просто люди, это не секта я считаю, это поинтересно ну, типа по по интересам, вот, а так я же говорю, что на мой взгляд вот эта безграмотность реальная безграмотность человеческая во всех областях это и есть вот эта вот благодатная почва для того, чтобы зарабатывать на безграмотных людях именно на безграмотных и зарабатывают на финансово безграмотных на просто, вообще, во всем во всем вопросам безграмотных да, то есть и поэтому а просто сейчас образование, вообще, нулевое реально, и поэтому, ну, чем болеть мы будем уметь? Мы будем уметь общество абсолютно долбоебов, но уже как бы к этому, у которых, ну, никаких знаний, в принципе, ни о чем нет вся вот эта хуйня магическая она только будет разрастаться друзьям и а почему слать нахуй просто прошло плохого сделано влюбился вы не влюбились ножом че плохое сделал ну типа я считаю что просто нужно поставить что вот у вас ничего к нему нету пусть как бы любит но про себя так ребятки я закончу закончиво заканчиваю прямой эфир была рада его провести вот как обычно на эмоциях да так был так всегда будет вообще ничего не меняется люди не учатся либо хуёво учиться либо не хотят учиться мне непонятно ну типа не понимаю реально пытаюсь понять но пока не понимаю да люди очень не хотят свое тело слушать в принципе да все любой прям вообще очень круто когда такой еще отклик всегда от вас думаешь блин как офигенно какая же мне публика благодарная это круто